На совещании подробно рассмотрели региональный план выхода из экономического кризиса. По словам Ткачева, краю выделят дополнительные деньги на повышение доступности кредитов. Это в свою очередь позволит поддержать один из главных источников доходов на Кубани – малый и средний бизнес. Развитию этого сектора экономики в 2015-м краевые власти уделят особое внимание. Сегодня доля таких предприятий в РП края свыше 26%, а должна быть не менее 50%. Как в развитых экономиках мира. Поэтому развитию малого бизнеса в текущем году в крае будет уделено особое внимание. На поддержку малого и среднего предпринимательства мы предусмотрели более 700 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, для малого и среднего бизнеса в крае будет введен целый пакет налоговых преференций. Для впервые зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей будут введены каникулы по налогам и проверкам. Это касается тех, кто занимается производством, работает в социальной и научных сферах. Также будут введены преференции по единому налогу на вмененный доход по упрощенке. Кроме того, один из важнейших пунктов краевого антикризисного проекта – поддержка промышленности. На развитие индустриальных парков в бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей. Ставку делают и на импортозамещение. Для этого Александр Ткачев поручил Министерству сельского хозяйства разработать специальную программу. Напомню, всего же в антикризисном плане региона сегодня 86 пунктов. На их реализацию власти потратят более 6,5 миллиардов рублей.